В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Компания Яндекс на днях официально представила собственного голосового ассистента Алису. Помощник является прямым конкурентом Google Ассистента и Siri от Apple. В основе сервиса лежат технологии машинного обучения и нейронные сети. То есть, чем больше запросов получает Алиса, тем быстрее она умнеет. В данный момент ассистент отвечает на вопросы о погоде, делает поисковые запросы, открывает нужные сайты и мобильные приложения, показывает маршруты и карты, а также быстро связывается с другими сервисами Яндекса. Разработчики утверждают, что Алиса понимает не только формальный, но и разговорный язык. На те вопросы, на которые помощник не знает ответов, он отвечает поиском Яндекса, причем выходит сразу в нужный раздел новостей, картинок, видео и так далее. Правда, пока Алиса не умеет взаимодействовать с приложениями не от Яндекса, ставить будильники, добавлять напоминания в календарь и писать заметки. Но, судя по всему, скоро научатся. В Яндексе утверждают, что Алиса первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, с которым можно поговорить, как с человеком, и она поймет. Благодаря нейронной сети, обученной на огромном массиве текстов, Алиса не растеряется, если с ней просто поболтать. Она распознает и умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать. Проверить, насколько правдивы заявления Яндекса, может любой желающий. Алису уже можно скачать бесплатно для устройств на операционных системах Windows, Android и iOS. Рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире составила аналитическая компания IHS Market. Итоги подвели за первые полугодия 2017 года. Верхние строчки обошлись без сюрпризов. Так, первое место занял iPhone 7 от Apple. На второй позиции его увеличенная версия iPhone 7 Plus. В прошлом году ситуация была аналогичной. Самыми продаваемыми были признаны iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Но по сравнению с 2016 в нынешнем году доля этих смартфонов сократилась вдвое с 10 до 5%. Тройку лидеров замкнула бюджетная модель от компании Samsung Galaxy Grand Prime Plus. В России аппарат не продается, для нас другие бюджетники. На четвертой позиции снова продукция Apple. Смартфон iPhone 6s по-прежнему очень популярен. Особенно учитывая, что цена на него по мере устаревания падает все больше. Ну и на пятой строчке возвращаемся к Samsung. Здесь расположился Galaxy S8. Годом ранее Galaxy S7 Edge занимал более высокую четвертую строчку. Однако аналитики объясняют ухудшение показателей, не снижением спроса, а тем, что в этом году Samsung выпустила свой флагман на месяц позже. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.